Стихийная торговля – один из самых больных вопросов Симферополя после ремонта дорог и уборки мусора. С нарушителями закона, выставляющими свою продукцию на прохожую часть, борются многие годы. Для этого привлекаются ветеринарные контроли сотрудники полиции. На проблемными остаются все те же районы города – центральные Куйбышевские рынки, Бородино и Москольцо. Не пугают нарушителей даже штрафы. В ходе данных рейдов составляются административные протоколы на лиц, осуществляющих реценцинированную торговлю по городу Симферополю по статье 6.1.117 закона Республики Крым. Санкции данной статьи от 4 до 5 тысяч рублей для физического лица. Также в ветеринарной службе изымается продукция, которая реализуется, скоропортящая продукция, которая реализуется без ветеринарных свидетельств, с нарушением температурным и так далее. Специалисты предупреждают, что продукты со стихийных рынков могут таить себе чрезвычайную опасность. Рыба, молочка, мясо – все продукты, не прошедшие проверку, могут быть заражены бактериями или паразитами. Употребив в пищу такую продукцию, высока вероятность заболеть тяжелыми кишечными заболеваниями. И винить в этом придется только самого себя. На стихийных рынках, на стихийной территории продавец не несет никакой ответственности за проданный им товар, так как подтвердить факт покупки именно у него данной продукции просто не представится возможным. Поэтому все пищевые отравления и все остальное просто ложится на покупателей. На собственный карман, на лечение. В Симферополе предусмотрены ярмарки выходного дня, где также можно реализовать свои товары, например, мед, овощи и фрукты. Такие места есть в поселке Гресс на улице Матлезалки, Героев Сталинграда, Балаклавская. Однако, даже несмотря на то, что есть комфортные условия для торговли, стихийщики продолжают работать там, где запрещено. Яна Витринюк, служба новостей и ТВ.